здравствуйте дорогие друзья в эфире интернет портал радио центра сангейтс на самом деле это уже и телевидение поскольку сегодня в центре сангейтс находится гость известный человек его зовут валерий коган и это человек изобретатель ученый имеет ученую степень доктора наук и много лет занимался вопросами строительства и имеет огромное количество патентов изобретений но вот интересная вещь находясь здесь хотя начал заниматься то чем он сейчас занимается довольно давно это не то что не имеет как бы на первый взгляд отношения к его профессиональной деятельности много лет вот то чем он занимается на мой взгляд это очень интересно и очень полезно дорогие наши радиослушатели и телезрители и для меня лично и для вас не сомневаюсь ну вот мне кажется будет более логично если он сам об этом нам и расскажет ну здравствуйте валерьев ну расскажите почему вдруг вот с такой как бы ну так сказать земной деятельностью строительством конструированием различных предприятий там даже каких-то ангаров в аэропорту я знаю у вас очень там серьезное есть изобретение расчетами конструкции вы вдруг стали заниматься искусством потому что я не сказал и валерий сам об этом расскажет но я буквально два слова валерия не просто вот ученый изобретатель он еще публицист поэт журналист и является почетным членом напомните пожалуйста это ассоциация международная ассоциация литераторов и журналистов в лондоне под названием и и и и и и вот какая-то какая ассоциация и вы являетесь я являюсь ее членом с девятьсот тринадцатого года девятьсот тринадцатого девятьсот тринадцать две тысячи тринадцатого а то я смотрю вы хорошо сохранились да для этого возраста да ну ничего ничего ну вот скажите валерий сегодня принес к нам в студию свои работы на самом деле вы выпустили много сборников порядка тридцать сколько я выпустил сериал из тринадцати альбомов из тринадцати альбом да альбом эти но обобщенное название живопись мира новый взгляд режиме в стихах вот таким образом я как бы проложил новое направление в передачи передачи живописи с помощью стихов своего рода художественный легбез если так можно сказать художественное слово да но и именно такое начинание собственно послужило толчком к тому чтобы я этим занялся один из моих давних друзей еще по харькову который сейчас живет майами однажды во время нашего телефона общения поделился со мной новостью что он был выдающимся трубачом но здесь так сказать на этой ниве ему трудно было как-то восстановиться и пробиться и он занялся тем что он начал популяризировать живопись среди русскоязычной общины майами так сказать начал он с того что он как бы знакомил из биографии соответствующих выдающихся художников и дальше демонстрировал картины отобранные как бы для показа пытаясь передать свои ощущения свои чувства свои эмоции и сказал мне что к сожалению это не получило должного от звукодозной реакции он даже попытался записать сиди с такими лекциями показами но все это умирало и он предложил мне как-то в этом поучаствовать и тогда возникла совершенно так сказать спонтанно идея проведения таких встреч с интересующимися людьми но комментарии я предложил изложить в стихопорной форме он на меня сперва посмотрел как такими безумными глазами сказал ты не сошел с ума я говорю нет я не сошел но это хотя бы было на вон по постановке своей и поэтому значит очевидно это начинание которое началось в 2003 или 2005 году пока так сказать на словах это было одно из первых начинаний такого направления потому что потому что я вспомнил что уже наверное в 2005 или в 2006 году Топалер проводил творческую встречу с человеком который издал книгу где он попытался отдельные картины отдельные произведения художников разного уровня разного типа начинает абстракционистов реалистов и так далее и излагал в стихопорной форме свое восприятие но к сожалению понятно понятно сейчас мы об этом поговорим более подробно я хотел вас чтобы вы во-первых показали ваши вот вы собой я вижу взяли несколько сборников ваших произведений но я просто хотел бы еще сказать нашим нашей аудитории о том что творческая встреча с Валерием Коганом состоится в центре Сангейтс 18 сентября и поэтому вы можете зарегистрироваться вы можете подать заявку на участие в этой встрече если вы позвоните по телефону центра Сангейтс это 847-226-9956 также вы можете позвонить нам прислать свои вопросы через скайп скайп Сангейтс 1 0 8 Сангейтс это солнечные ворота на конце буква С Сангейтс 1 0 8 ну а сейчас Валерий вот вы держите в руках книжечки ваши сборники покажите нам пожалуйста я сейчас попробую приблизить их чтобы было видно нашей аудитории позвоните пожалуйста к нам лицом вот этот сборничек да у меня значит здесь собою 8 альбомов значит я начинал писать свои стихотворные комментарии на русском языке а потом по просьбе моих американских многих моих американских приятелей и близких друзей я сделал перевод на английский язык и 8 альбомов у меня переведено на английский язык есть русско-английские версии каждого из альбомов ну вот давайте мы посмотрим сейчас первый альбом с которого начался этот сериал это живопись Ивана Ивазовского новый взгляд резюме в стихах то есть новый взгляд резюме в стихах это то что объединяет все эти сборники это вообще название и это отличительный признак что кроме картин отобранных по определенному принципу отражающих разные этапы деятельности и жизни этих художников я в определенном порядке расположил значит комментировал ну вот например я зачитаю одно просто стихотворение которое значит может быть только покажите вначале картину да да я покажу картину да у вас я вижу тут закладочки это вы готовите к творческой встрече это закладки которые я готовил к встрече да да в принципе ну вот картина которая покажите ее нам пожалуйста сейчас я попробую приблизить эту картину сразу как она называется там надеюсь это черное море это известное полотно да черное море мое да окей и вот я вижу даже стихи так их даже можно прочесть да я зачитаю зачитайте пожалуйста да значит из синие облаков в пучину моря проник наш метр сверх острым взглядом с окраской волн эксперт не будет спорить правдивости картины люди рады вот таким не очень будем говорить сложным комментариям я сопроводил эту картину ну на самом деле я предлагаю так что вот то что вы делаете это популяризация не вас лично как поэта и как публициста и как журналиста ну конечно конечно это популяризация картин великих художников мира это не только русские русские художники да это еще и художники вот эти вот альбомы первые восемь альбомов которые я сейчас пытаюсь вам показать это значит шли в таком порядке охват этих авторов первый был Айвазовский второй был Левитан который меня завораживал буквально своим творчеством я знал о нем но не настолько глубоко третьим был Марк Шагал который для меня был открытием поскольку в советское время у нас мало что можно было о нем узнать о его жизни о его истории дальше следующим по подсказке одного моего приятеля который подначивая меня сказал а тебе по силам будет Сальвадор Дали я делал Сальвадора Дали у вас он есть вы с собой его взяли да я давайте мы на него посмотрим да Сальвадора Дали знают очень многие я даже будучи в путешествии был его в музее Сальвадора Дали собственно говоря в Испании во Франции вот живопись Сальвадора Дали ну самое известное произведение это часы да текучие вот я знаю о том что у вас есть как раз эпиграф то ли если может так выразиться вот стихотворное произведение именно к этой картине можете зачитать ее нет его я сейчас не могу зачитать он не вошел в этот сборник в этот сборник ну зачитайте тогда то что вошло то что вы считаете я зачитаю то что мне вот кажется наиболее интересным будет только картину покажите да да я сейчас покажу картину что еще наверное стоило бы заметить что каждому этому сборнику я биографию конкретного художника описал тоже в стихах то есть предшественным началом каждого сборника есть биография в стихах биография биография художника данного художника да ну давайте посмотрим вот эта картина очень интересная она называется плоть на камнях сейчас секундочку мы ее приблизим так слушаем вас вот как я прокомментировал эту картину земле не чужды разные забавы мы видели огромные каменья извергнутые из ее глубин наверное верящие в бога правы он всемогущ он властелин и тот что видим пояснять не надо свои творения уложил создатель рядом здорово здорово и какие потом я хотел бы еще если можно остановиться есть Марк Шагал и довольно интересное открытие было сделано мною я раскопал если мы уже так сказать говорили о Сальвадоре Дали это человек который был франкистом который не отмечен особым уважением еврейской нации одно время он как бы даже очень серьезно очень серьезным противником был отдельных течений еврейских художников живопись и критиковал их но совершенно неожиданно я узнал что в конце семидесятых годов прошлого столетия у него так сказать было или затмение или прозрение трудно сказать что как правильно это назвать но он уехал в Израиль и там создал три цикла интересных очень живописных полотен посвященных еврейской жизни и вот это как бы мое маленькое открытие я отметил отдельным альбомом который назвал еврейская жизнь в живописи Сальвадора Дали избранная и я вот хотел бы вот эта вот книга сейчас секундочку давайте мы покажем еврейская жизнь в живописи Сальвадора Дали так и далее судьба этого моего деяния такова что я эти картины находятся в одном только единственном месте это в одном музее в Иерусалиме музее искусств весь второй этаж они занимают больше их нигде нельзя увидеть и я предложил этому музею эту книгу оформить в виде буклета при экспозиции для того чтобы оставалось у посетителей возможность сохранить какую-то память в виде отдельных картин и моих комментариев к ним вот я сейчас беру одну из картин которая мне кажется довольно интересная вот я ее показываю ну известная картина да это известная картина но самое интересное что очень трудно было что-либо написать потому что никакой информации или какой-то критики специалистов по живописи Сальвадора Дали практически не нашлось по этим циклам и поэтому я исходил в основном из того что я сам увидел на этой картине и из названия картины эта картина носила такое название я уподобил тебя возлюбленная моя в упряжке лошадей колесницы фараона довольно сложное название как я ее прокомментировал как совершенно кобылица дивное творение есть и у женщины так много отрождения что их роднит в движениях настроениях и что достойно поклонения так необычной для творения природы что в совпадениях невольно ищешь коды заметна схожесть в грациозности созданий как не узрели этого мы ранее замечательно замечательно ну и как согласился еврейский музей сейчас идет в здраве значит тут такой курьезный случай значит мне очень сложно было найти даже сами израильтяне не могли мне помочь будучи в Израиле я в Израиле был но я был в 1994 году когда я не знал об этом а здесь на мою просьбу найти устроителя этой выставки или какого-то менеджера чтобы с ним договориться о подготовке издания буклета кончилось это тем что они мне предложили они не против но они согласны чтобы я им представил тысячу экземпляров буклета бесплатно ну на этом как вы понимаете мой пыл несколько поугас и теперь я пытаюсь из старых своих друзей которые в Израиле более не менее поднялись на месте в науке там работают чтобы они проспонсировали тут я обыграл эту ситуацию нашел самое дешевое издание издательство которое может распечатать эти тысячи буклетов для начала ну дальше жду реакции спонсора понятно и теперь я хотел бы в заключение сегодняшней короткой нашей встречи зачитать показать шагала это интересный сборник который получил ну как бы самая широкая широкий интерес привлек и мне удалось наибольшее количество этих альбомов реализовать в разных странах мира вот понятно вот здесь я хотел бы показать одну картину которая мне очень близко была если можно вообще может быть даже не картину а я может быть зачитал бы как я в стихах написал биографию марка шагала да конечно пожалуйста вот это альбом да мы только что посмотрели его значит вот это такой портрет шагала которому идет презентация значит свои все свои биографии выдающихся художников в котором я посвятил эти альбомы я писал презентацию в виде загадки вот выбрал такую форму нестандартную то есть вопрос ответ кто почти век 1887 1985 по жизни прошагал и в многих странах уважение снискал как мастер видений цветных гротесков даже чье творчество всех без сомнения будоражит а жизнь чья разнообразием удивляет ведь все что прожито художник отражает в том что им создано и что нас восхищает кто он чьи монументы мир весь знает рожден кто в Витебске на западе России и там азы кто грамоты осилил под крышей дома своего родного учили где всему и понемногу кто в Петербурге рисованию обучался и поняли стать мастером старался четыре года кто прожил в Париже свои картины он как исповедь напишет из жизни собственной кто извлекал сюжеты чтобы их насытить необычным цветом известен кто как мастер вечных тем ну например любви так нужны всем кто посвятил жене прекрасной Белли портреты маслом и картины акварелью проникнув суть примкнул кто футуризму успел внести вклад в построение коммунизма служил в России в нарообразе комиссаром внушать что важно обладая даром кто близким был к сюрреализму тоже но чьи панно так самобытно не похоже на то что создано другими мастерами и почему он и сегодня с нами в декор керамику кто стал включать мозаику заставил зазвучать кто создал стены витражи свет проникая сквозь которые дрожит кто годы сорок первой сорок седьмой проживал в Нью-Йорке в США творил где плодотворно не спеша оставив монументы и творения как проявления к Америке почтения кто в пику славы стал раскованным в манере дар обратив к религии и вере еврейским духом кто творение насыщал мудрость народа возведя на пьедестал кто цикл полотен Библии назвал вы угадали это Марк Шагал ну Валерий это уже так сказать не эпиграф и это не какое-то четверостище это целая уже поэма посвященная Марку Шагалу ну я думаю что вот это наша встреча сегодня в центре сан-гейтс на этом будет заканчиваться но я хочу сказать что эта встреча была первая и впереди у нас еще много встреч с Валерием Коганом с журналистом публицистом поэтом но еще раз не будем забывать что все-таки по образованию он инженер и очень серьезный доктор наук и конструктор очень имеющий огромное количество патентов и изобретений но Валерий я полагаю так когда вот этот цикл программ которые посвящены живописи и вашим произведениям мы закончим мы так потихонечку еще перейдем может быть к вашей профессиональной деятельности потому что мы с вами беседуем за пределами нашего эфира и вы рассказываете очень и очень интересные вещи которые полагаю так будут также полезны и интересны нашей аудитории спасибо спасибо вам большое и до новых встреч до свидания и до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok